Ну что друзья, всех приветствую на канале Типичная Дота, всем доброго утра и да, наконец-таки это свершилось. Рингмастер вышел в игре, причем вышел он вместе с компендиумом, что с одной стороны довольно странно и как бы поздно, но вспомните тот самый первый анонс вообще интернешнала 2024, где появился Аегис в окружении вот этих вот всех цирковых лампочек зеленых. Похоже это действительно был намек от Valve, еще тот далекий, ранний, что рингмастера стоит ждать именно с событием, которое будет приурочено к турниру. И сразу же забегая наперед скажу вам так, компендиум в общем-то такой же как в прошлом году, есть какие-то мелкие изменения, но в целом того, что мы ожидали там по обещаниям Торонто Токио, по обещаниям того же Бруно, который разговаривал с этим Торонто Токио, ничего нового, никакого нового подхода в этой книжке нет. Все прям как в прошлом году и не думаю, что кто-то ее будет покупать, так что с призовым у турнира будет достаточно такая большая беда. Но сейчас не об этом, давайте посмотрим, что вообще добавили вместе с рингмастером, а там есть комикс. Ну и взглянем в общем-то на героя поближе, взглянем на компендиум и да, сорян, что видео выходит чуть позже, чем у остальных ютуберов, просто я живу в Сибири, здесь пояса часовые плюс 3 к Москве, поэтому я как бы всю ночь чекал обновление, не дождался его, лег спать в 6 утра, в итоге оно в 8 вышло, ну и вот как проснулся, так проснулся. Думаю, если кто-то хотел посмотреть именно обновление в моем представлении, приятного вам просмотра. Ну а всем остальным можете пересмотреть еще и у меня его, если вы уже посмотрели где-то еще. В общем, всем приятного просмотра и давайте начинать. Итак, начать предлагаю непосредственно с рингмастера и его способностей в игре. Давайте посмотрим, что этот герой вообще делает на карте, как взаимодействует с союзниками, с самим собой, с врагами и какие у него имеются дополнительные способности от шардов, аганимов и от аспектов. Сразу же, наверное, стоит сказать, что герой довольно дерганый, немного напоминают его анимации стиль Рубика, поэтому к нему я в напарника и как раз таки добавил Рубика. Итак, окей, по скиллам. У нас их по стандарту 4, но есть еще вот такое окошечко, это ячейки сувениров, их всего 3, это дополнительные способности, которые являются его врожденной способностью, вот так скажем. В общем-то, она дает возможность получить один карнавальный сувенир, то есть один из этих вот скиллов, если в радиусе 900 умирает какой-то враг. Или по принципу телепорта, если вы умираете и у вас нет сувениров, то вам его дадут бесплатно. Сувениры мы еще посмотрим чуть позже, как и его шард, а вот аганима у героя пока что нет, как и нет, в общем-то, аспектов никаких, вообще 0. То есть тут так и написано, что герой только познает эту сцену, поэтому аспекты появятся чуть позже. В общем, будем ждать. Первый скилл, это у нас хлыст, имеется вот таких вот 2 радиуса, первый внешний, он более слабый, то есть вы можете нажать скилл и сразу же его отпустить. Герой получит там 0,1 секунду фира, ну то есть что-то сбить самое то и немножко дэмэджа. Да, такой скилл чисто для прерывания какого-то каста или телепортации, в общем-то, ну я имею ввиду его слабое использование. А вот сильное использование, если мы нажимаем и просто не отменяем до конца, то тут уже герой получает довольно сильное, во-первых, накладывание страха, длительное точнее, и плюс довольно много урона. Урона действительно много. Это вот уже спелл, чтобы там продлить еще какой-то контроль от своего союзника, например, от Свена. Свен дал стан, выдали хлыст, враг еще получил немножко контроля и довольно много урона. Конкретно минимальный урон 120, максимальный урон 480. Также по страху максимальная длительность его 1,2 секунды. В общем, спелл, как по мне, довольно сильный. Второй спелл. Это вообще прям крутизна, мне очень нравится, как это реализовано все. Да и вообще сам концепт рингмастера, он очень круто сделан. Все, естественно, под театральщину, под цирк, под выступление. И здесь скилл, который по факту является эскейпом, так и называется Escape Act. Наверное, отсылочка на какие-то освобождения иллюзионистов из представлений, где их там протакают шпагами. Потому что здесь, если вы нажмете его на себя, то будет коробка со шпагами, из которой мы в конце концов вылезем. Эту коробку со шпагами нельзя ничем не атаковать. В общем-то, не с пылами, мы сейчас даже прокачаем его, еще раз нажмем на себя. Как вы видите, не атакуется, но при этом, смотрите нюанс, если мы покидаем радиус вот этой вот области, то герой сразу же покидает коробку. То есть мы можем засейвиться, но можем засейвиться в ограниченном радиусе. Это полезная штука, и она же применяется на наших союзников, союзники по такому же принципу. Если выходят из радиуса, то, в общем-то, сразу же покидают эту самую коробочку. Но в целом, скилл неплохой. То есть дополнительную скорость передвижения дает и дополнительное сопротивление магии. В блокхолл, то есть эта коробочка засасывается, но герой, да, получается сопротивление к магии достаточно сильное. В блокхолла, конечно, урон чистый, я это немножко некорректно проверяю, но суть вы поняли. Ну а прежде чем мы перейдем к третьему скиллу, напомню, что, да, в доте вышел компендиум вместе с рингмастером, но это все еще не батл пасс, в котором можно фармить какие-то арканы или другие крутые скины. Но не переживайте, батл пасс, и причем пока еще летний, вовсю гремит на эпик луте, и я вам очень советую туда заглянуть. Тем более, что именно по моей ссылке в описании вы получите этот боевой пропуск абсолютно бесплатно, вместо 300 рублей. На каждом 15 уровне БП ты будешь получать гарантированные арканы, среди которых есть даже новенькие на Вингу и Скаймага. Да, весь платный контент краунфола можно получить у эпиков, причем гораздо выгоднее, чем в самой доте. А вот за прохождение всего пропуска ты сможешь залутать дорогущий ДК-хук, аркану на ВК или же плечи на СФ. Ну а если хочется еще больше халявы, то залетай в бесплатный ПВП режим, хукрейс. Если выбрал ЦМочку, то нужно просто убежать от пуджа, а если наоборот, то хукнуть релай, пока соперник не добрался до финиша. Выиграл? Забрал бесплатный приз? Так, можно фармить каждый час и даже со смартфона. Так что залетай по ссылочке в описании и забирай контент Павшей Короны, а также другие скинчики на Эпик Лут. Ну что ж, третий скилл. Это прям очень интересная штука и не с точки зрения какой-то там супер-пупер механики, а с точки зрения того, что это один в один скилл из Дедлока у нового героя Шива. Или же заточки он тоже имеется, причем по механике, по методу попадания, все один в один. Да, как вы поняли, это Кортик или же нож, который мы кидаем в цель, причем цель не точечно, а по траектории, и эта цель при попадании Кортика получает замедление и периодический урон. Правда, не такой длительный, как у Кортика Клопы, например, того же самого. То есть спелл можно кинуть сюда, сюда и, в общем-то, наблюдать, как ваши герои кровоточат. По замедлению я вам уже сказал, на крипов урон будет больше, а именно фиксированный 100. Здесь же урон от попадания 75 и идет периодический урон от максимального здоровья героев. Здесь, если мы сейчас увеличим уровень, кинжалы пробивают цель, написано. Давайте посмотрим, как это выглядит. Вот. То же самое, как в Дедлоке. Реально, один в один. Там прокачали спелл, бафнули его, и он тоже рикошетит во врага. Здесь то же самое. Блин, ну, Valve, конечно, хитрецы. Используют свои же наработки в разных играх. Ну и, наконец, ультимейт. Это тоже то, что мы видели в трейлере. Правда, в трейлере как будто совместили и вот этот спелл с коробкой, и вот этот спелл с колесом. В такой вот радиус мы пускаем рулеточку, и если враг на нее посмотрит, то пройдет провокация по нему, как атакса, и случится большой бум, в результате которого враг получит довольно много урона. Но если даже враг не будет в этом радиусе смотреть на это колесо, а просто попытается сбежать, то в конце концов он либо вытечет, либо точно так же получит довольно много урона. Урон реально большой. То есть, если вы посмотрите, во-первых, радиус 600, это много. Урон в секунду идет, это еще у меня не замакшенная способность, а всего лишь второй уровень прокачки. Урон от взрыва 450, в конце концов, и урон в секунду 75 из-за этой ауры. Причем, смотрите, если мы провоцируем вот это вот кольцо, оно взрывается раньше, чем если оно будет стоять и просто вот тикать. Ну тут я ладно, сагрил. Причем обоих сагрил. И как вы заметили, ну получается у нас 4 убийства, и соответственно 4 карнавальных сувенира. Сейчас у нас выбран тоник. Тоник дает нашему союзнику бафы. Ну или нам, в общем-то. Это подушка-пердушка, она толкает владельца вперед на расстояние 400 и на 3 секунды оставляет за ним вонючее облако в радиусом 200, которое замедляет врагов на 300%. Ну хотя бы не дамажит. То есть, мы вот так сделали, и все. И враги в этом облаке получают замедление. И наконец, третий скилл, это Фунхаус Миррор. Иллюзия так называемого кривого зеркала, которую мы можем применить на себя. Ну она просто не направленная способность. И посмотреть, насколько нелепо выглядит иллюзия. Ну, поэтому она и из кривого зеркала. Тут маленькая голова, большие руки. Причем, самое забавное, что если мы, ну, Тоник, например, применим на себя, вертушку, и нажмем еще раз иллюзию, то она будет выглядеть по-другому. Хотя нет, вроде так же. А нет, по-другому, да. Здесь уже ноги большие. То есть, бывает голова большая или прям ростом совсем маленькая иллюзия получается. Ну, грубо говоря, еще забавная механика, забавная такая деталь, которую Valve учли при создании персонажа. Это прикольно. Также у нас имеется аганим шард, поэтому давайте его сразу себе добавим в инвентарь. Вот. Это спотлайт, то есть свет от прожектора. Тоже довольно большая область. И что же она нам дает? Во-первых, она позволяет вычислить иллюзии и настоящего героя среди этих иллюзий. То есть, ну, на примере простой манты мы посмотрим. Вот стоит три рубика. Мы даем сюда вот эту штуку. Как вы видите, этот луч летает по рандомной траектории и выжигает исключительно копии персонажа. То есть, сам главный герой остается невредимым. Ну, или давать такие вот довольно сложные дасты. Ведь она еще и раскрывает инвиз. Потому что лучом мы этим управлять не можем. Если герой вышел, то он исчез. Если зашел, то он появился. То есть, прикольная механика, тоже прикольный концепт как таковой. Стоит ли это 1800? Я думаю, или сколько там? 1600 шар стоит. 1400 вообще, извиняюсь. Да. Думаю, точно стоит. Плюс, в этом луче еще и миссы будут работать. Это сложно проверить, потому что... Ну да, вот, мисс прокнул. Второй мисс прокнул. Сложно проверить, потому что луч гуляет в рандомном направлении, и мы его никак не можем контролить. Да, друзья, это скорее герой позиции 5-4. Вряд ли его можно собрать в тройку. Хотя, в принципе, почему бы и нет. Но вот мидер и кэри это явно не про рингмастера. Потому что персонаж имеет escape, который ты можешь кидать на союзника. Имеет немножко контроля. Шард, который позволяет подсвечивать вам иллюзии врагов. Все в этом духе, что вот поддержит вашу команду. Даст какие-то преимущества и так далее. Да, контроль, да. Урона достаточно много у него от этих сплотов. Но чем-то напоминает, если честно, гримстроука. Где тоже куча урона. Помните, как только он вышел, там все кричали. Ё-моё, сколько это демоджа вообще. Что это за персонаж? Ну, персонаж оказался четверкой-пятеркой. Так и тут. Вот это четверка-пятерка, чистая. С довольно хорошим уроном от сплотов. Ну и в общем-то неплохим контролем. Как-то так. Ну а теперь давайте переходить к компендиуму. Посмотрим, что туда добавили. Я бы, конечно, еще разобрал комикс по рингмастеру. Но я так быстренько полистал. И как будто, наверное, стоит его оставить на отдельный ролик по лору рингмастера. Где разберем его реплики. Какие-то связи с героями. И вот этот самый комикс. Ну, тем более, я так понимаю, здесь такая. Плюс-минус стандартная история Папа Карла и его деревянного мальчика, которого тот создал на потеху публики. Ну, правда, там немножко другая история. Ну, суть вы поняли. Итак, 2000 тенге стоит обычная версия и 14400 стоит загреженная версия на 50 уровней и 28 усилителей. 25% с продаж идут в призовой фонд. Все как и раньше. Поэтому просто нажмем предпросмотр. Покупать мы это, конечно, не будем. Гвин уже купил. Поддерживает нехороших габенов, которые даже старые арканы или персоны не могут сюда засунуть. Вот в чем проблема? Добавьте сюда старые арканы и персоны. Пусть люди лутают, кому это нужно. Но вы же все равно их добавляете в какие-то коллекторки или иммортал сундуки, где просто раздаете вместе с другими сетами. Почему сюда не засунуть? Это уже давно не эксклюзивы. Ну, окей. Ничего такого здесь нет. Просто какие-то загрузочные экраны команд. Выглядят они, кстати, неплохо. Все, да, в таком театральном стиле. Потому что рингмастер вышел. Вот он самый здесь и есть. Еще один пакет загрузочных экранов. Здесь неплохой загрузочный экран. Есть анимация телепорта. Кстати, неплохая анимация. Ее, к сожалению, нельзя в самой игре посмотреть. Но, я так понимаю, она тоже такая. С цирком связана. Какая-то ширма героя скрывает. Выглядит прикольно. Эгида. В масштабе 1 к 5. Не знаю даже, чем она будет отличаться от Эгиды. Какого? 17-го года, когда был тоже зеленый инт. Потому что очень похоже. Если бы они добавили какие-то декоративные лампочки вокруг, как это было на картинке анонса, было бы поинтереснее. Стиль интерфейса. Можно вернуться к демоск с этим стилем. И вот, как вы видите, все стало, опять же, в таком вот цирковом обличии. Экран соперников. Новый. Мы его, к сожалению, тоже не можем посмотреть. Но, я так понимаю, в этом лесу рингмастера будут появляться герои. Капсулы с наклейками команд, с логотипами команд. Это все у нас чисто приурочено к киберкатлетному сезону, который вот-вот завершится интернешнелом. Плюс 3 к числу замен для фэнтези. Фэнтези у нас вот здесь. Фэнтези прогнозы откроются, как только начнется интернешнел. Испытания Оракула. Это то же самое, что и в прошлом году. Через 10 дней откроется, как только, в общем, стартанет интернешнел. Бинго. То же самое, что в прошлом году. Кто в это играл, не знаю, но, возможно, кому-то будет это интересно. Студия. Освещение. Здесь мы можем ознакомиться со всеми нашими русскоязычными талантами, которые будут освещать интернешнел. Клубы поддержки добавили. Это те самые бандлы. Тут, кстати, интересно посмотреть, что тут у Ван Винычей. Ну, такой. Это кринж. Ну да, такое, в общем. Как бы есть еще и загрузочные экраны от команд. Да, зачем они еще здесь, эти загрузочные экраны, в двух вариациях. Кстати, да, блок статуи появился. Я про это не сказал. Он обновленный немножко. Блоки статуи теперь можно будет делать на базе. Круто, круто. Как раньше. Ну, как бы их всегда можно было делать, но тут они немножко улучшенные. Короче, друзья, компендиум не стоит вашего внимания. Не стоит, чтобы вы в него донатили. Но, видимо, Valve уже полностью смирились с тем, что призовой будет 2 миллиона. С учетом того, что стартовые 1.6. 400 тысяч, я думаю, они наберут с этого компендиума. Но не больше. Если в прошлом году даже там 3 не добрали или добрали с копейками какими-то, точно не помню. То в этом году уже люди на такое явно не клюнут. И покупать все это ради вот этого, я не вижу смысла. В основном будут те люди, которые коллекционируют эгиды в каждом интернешнале, в каждом году. Которые донатят туда чисто вот ради того, чтобы получить этот эггис. Ну, да, такие люди будут. А вот те, кто будет это покупать ради контента, контента тут нет. Покупать не стоит. В общем, как-то так. Вот такое у нас получилось сегодня обновление. Сорян, что долго записывал, долго выкладывал. Ну, что ж по делу, часовые пояса, плюс Valve очень непредсказуемо работают с обновлениями. Рингмастер, плюс компендиум, плюс комикс. И, конечно же, наверное, тонну нового лора. Будем смотреть за его новыми репликами. Чекать, что же там в аньюзет-фразах есть к следующим персонажам доты. Ну и, в общем-то, обо всем этом вы узнаете уже в следующем ролике. Так что ждите, друзья. А чтобы ждать было легче и приятней, предлагаю вам скоротать время в других крутых играх, которые можно приобрести с огромной выгодой в моем магазине Typical Shop. Причем даже те, которые недоступны в нашем регионе официально. Например, мы активировали несколько сотен ключей для Ghost of Tsushima без каких-либо проблем. А совсем недавно, кстати, было новое пополнение. Так что хватайте ключики, пока не раскупили. Сделать это можно двумя способами на выбор. Либо через рандом со скидкой до 90%, либо с моментальным и гарантированным получением игры. Ну а если вы думаете, как пополнить Steam, чтобы купить новенькие Арканы, то это я тоже предусмотрел. В описании под роликом есть вторая ссылка на мой сервис для пополнения. Там самая низкая комиссия на рынке, моментальное зачисление денег и возможность пополнить Steam любого региона. Только по вашему логину. Так что, друзья, решайте сами. Либо покупайте игры, либо донатьте Габену в Steam. В любом из этих случаев вам поможет Typical Shop. Заранее благодарю вас за то, что пользуетесь именно моим сервисом. И увидимся с вами в следующем выпуске на канале Типичная Дота. Только не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить все самое интересное в преддверии TI-13.